Сегодня у нас с вами обзор винных сортов винограда семейства пино. Посмотрим с вами пиногри, пиноблан и пинануар. Пинануар у нас два клона, пинагри у нас тоже две формы. Вот все это сегодня с вами посмотрим в сравнении. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству. И винодели зовут меня Светлана. Я биолог по образованию, виноградарь и винодел по призванию. С нами все это понятно и доступно. Итак, пойдемте! Начнем с пинануаров. И первый у нас клон урожайный. Конечно, действительно он урожайный. По три грозди на побег. Даже мне кажется где-то четыре. Сейчас подойдем ближе, глянем. Нет, все-таки три. Раз, два. Нет, четыре. Смотрите, раз, два, три, четыре. Ну, решили в этом году загрузить по полной, вообще посмотреть, как, что будет получаться. Гроздочки тоже такие довольно крупненькие. Ну, видим, что ягодка здесь вялится. Так, он у нас на двух плоскостях. А вот такой со второй стороны. Рана цветет. Мы сейчас будем сравнивать с пинанаранием. И вот урожайный просыпается раньше и зацветает раньше. Сегодня у нас 8 сентября. На сегодня сахар 19,8. Косточка чуть-чуть не дотягивает от пинанной зрелости. Значит, мы будем снимать, потому что обещают дожди. Может, их, конечно, и не будет. Но, может быть, и будет. Ягода и так подгнивает. То есть пинанара очень плотная гроздь. Вообще, у всего семейства пина очень плотная гроздь. Поэтому мы просто можем потерять урожай. Поэтому снимаем раньше достижение фенольной зрелости. И пустим на что-то более легкое, более розовое. Глаза зреет хорошо. Растет он у нас тоже очень хорошо. Ему тут все нравится. Немножко хватает меди. Но я бы не сказала, что очень уж так капризно. То есть работать с ним вполне возможно. Ну и даже по гнилям скажу так. Так что вообще с гнилями мы массово столкнулись в этом году. Хотя, вроде, погода такая неплохая. И препарат у нас был от гнили. Мы обрабатывали его на Tranquility. Но что-то как-то эффекта никакого не получили. А вот это у нас гроздочки пина раннего. Они немножко меньше по размеру. Они чуть-чуть рыхлее. Не намного, но чуть-чуть рыхлее, чем у урожайного. Ранний просыпается, несмотря на название ранний, просыпается очень поздно. Даже порой кажется, что он плохо перезимовал. Уже все проснулись. Все заморозки прошли. И тогда просыпается пина ранний. Вот это у него замечено. Ну, видите, вот здесь за счет, может, того, что чуть более рыхлая гроздочка, он не так подвержен гнилям и не так вялится ягода. Вот тоже на второй плоскости. Вот такие вот у нас шишечки. Ну, конечно, меньше они. Меньше по размеру. Бывают вообще вот такие вот маленькие. Тоже хорошо зреет лоза. Ну, сейчас смотрим кондиции. И здесь я даже специально с той же стороны западной я брала на урожайном ягодку. И здесь тоже возьму с западной стороны. Ну, примерно среднюю гроздь возьмем. Вот такую мы имеем косточку. Тоже дофинольная зрелость еще не дошла. И здесь сахар 17. 17,5 в каких-то ягодках. Значит, смотрите. В чем может быть еще причина? Вот там у нас южная сторона и там соседский сарай. То есть он немножечко дает тень. Поэтому возможно, что место. Хотя вот они сидят в одном ряду. Ну, чуть-чуть место может сказываться. Ну, может вот сами различия клонов. То есть вообще-то ранний не особо ранний получается по характеристикам. Но его большой плюс это то, что он очень поздно просыпается. Вот это прям для некоторых регионов очень важно. Ну, видим, что состояние ягоды тоже тут несколько отличается. Все остальное, сила роста, устойчивость к болезням у них абсолютно одинаковая. Это у нас пиногри. Пиногри тоже буду показывать. Два разных. Вот это итальянский клон. Если найду две грозди на побег. Очень плотные грозди. Между прочим, я их немножко прореживала. Да, ну что я прорезала, что я радио послушала. Как-то так вот. Очень-очень плотненькие такие шишечки. Смотрите, как интересно. Вот грозди. Менее окрашенная, чем верхняя. Даже так может быть. У этого первое плодоношение и кусту третий год. Тем не менее, вот немножко подгрузили. Зреют лоза. И вот такой урожай. Меряем сахар. И вот отсюда я вырезала ягодку. Будем мерять в средней ягодке. 19,2 сахара. И косточка. Ну, почти. Почти финальная зрелость. Тоже снимаем сейчас, потому что не так всего-то много. Мы срежем, и все пина пойдут в один общий замес. С кратковременным настаиванием на мезге. Если будет время, то снимем, что мы с ними будем делать. Потом это пойдет, не знаю, или на шампанский виноматериал. Ну, либо так выпьем. Легенькое такое розовое вино. По лозе показалось. Сила роста. Тоже в наших условиях растет хорошо. Пасынков образуют немного. А так, в принципе, сила роста хорошая. Ну, немножко хватает мельдию. Кстати, вот гриф чуть-чуть больше подхватил, чем черная форма. Ну, опять же, это может от возраста куста зависеть от разных других факторов. Ну, тоже смотрите, что болеет. Болеет молодой прирост. То есть, в принципе, этот год у нас очень такой по мельдию тяжеловастый. Тем не менее, как бы при стандартном. Так, а вот у нас второй пиногри. И здесь он у нас на прививке. На альфе. Вот мне почему-то кажется... Может быть, я потом, когда уже срежем все, положу две грозди вместе. Но у этого, это пиногри из другого источника. У него цвет, мне кажется, немножко другой. Если честно. Ну, вот здесь он немного подгнивает. Ну, возможно, место. То есть, вот тот какой-то более чистенький. А этот подгнивает, при том, что грозди я тоже здесь прореживала. Ну, видите, еще птички, злодейки подохотились. Это пеноблан. Они тут вместе привиты. Но больше пеноблана на другой плоскости. Поэтому сейчас мы туда с вами пойдем смотреть. На прививках на альфе сила роста очень мощная. И здесь, ну, вот, смотрите. Раз, два, три, четыре. Грозди на побег. То есть, урожай заложил колоссально. Это прививка прошлого года. И в прошлом году, кстати, до 19 брикс мы дотянули урожай. Было пару гроздочек. И мы их срезали в нормальных кондициях. Ну, сейчас померяем, что сейчас. Значит, убрала я ягодку вот отсюда. Верхняя гроздь и практически нижняя ягода. 19 сахара у нас на сегодня. Ну, а косточка, видите, довольно беленькая. То есть, с сахаром примерно столько же, сколько в итальянском коне. Ну, вот, фенольная зрелость несколько меньше. Ну, вот это пиноблан. На самом деле, чуть желтоватый. Хотя кажется, что совсем зеленый, просто тень. И бывает, что я снимаю в камеру, я вижу одну цветную передачу, потом на компьютере немножко другую. Ну, на всякий случай просто говорю, что вот так. Три грозди. Тоже на прививках. Видим, розы здесь, ну, вот, толстые, да. Но, тем не менее, они зреют. Тоже это прививка прошлого года. Тоже грозди крупные. Вернее, тоже грозди плотные. Ягодка довольно крупная. И я тут тоже делала прореживание. Ну, от моего прореживания не осталось и следам. Сейчас померяем, что по кондициям. Ну, вот здесь у нас. Вот там тоже. Вот там у нас пиноблан. А это, кстати, санчевезе. Вообще какой-то конь. По санчевезе отдельно потом поговорим. Вот такая косточка. Чуть-чуть ее еще подозреть. И сахар 18. То есть, в общем-то, все кондиции пина у нас на какие-нибудь легкое, белорозовое вполне подойдет. Ну, видите, из-за гнили будем снимать. К тому же, обещают дожди. И, в общем, по кондициям. В принципе, сахара для наших целей достаточно. У нас еще здесь есть кислота тоже нам нужная. В этом сезоне, кстати, с кислотой проблемы обратные. Ягода рано теряет кислоту. А здесь еще при таком сахаре кислота должна быть нормальная. Хотя мы потом померяем по приборам. Ну, вот этих кондиций нам достаточно для наших целей. Для легких розовых вин. Если бы погода позволяла, то, конечно, можно было бы еще немножко подержать. Но, к сожалению, мы почему-то в этом сезоне непонятно. Да, и обрабатывали от гнили. И погода стоит довольно сухая, теплая такая, хорошая. Но почему-то гнили идут. Поэтому смысл гноить виноград на лозе. Да, лучше мы что-то с ним сделаем. Тем более мы все равно предпочитаем вина более легкие. И вот пиногрис, смотрите, какие разные. Вот этот был на прививке. А этот на своих корнях итальянский клон. То есть все-таки в цвете они действительно отличаются. Ну, как видите, даже у одного и того же сорта, у разных клонов есть отличия. Эти формы не лучше и не хуже. Они просто разные. И у каждого из них есть как свои преимущества, так и свои недостатки. Надеюсь, вам было интересно. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще ссылка на каталог наших сортов винограды и наши контакты. И до новых встреч!